Небо издавна привлекало к себе пытливый взор человека. С глубокой древности люди стремятся разгадать, как устроен окружающий нас мир. Аристотель утверждал, что человек и Земля находятся в центре мироздания. Эта идея легла в основу системы Птолемея, которая была в согласии с догматами христианской церкви. Коперник впервые доказал, что в центре нашей планетной системы находится не Земля, а Солнце. Учение Коперника совершило революционный переворот в астрономии. Оно легло в основу дальнейшего развития науки. Совершенствовались астрономические приборы. Создавались новые методы астрономических наблюдений. Все более мощные телескопы расширяли пределы наблюдаемой части Вселенной. Самый крупный в мире телескоп с диаметром зеркала в 6 метров позволяет наблюдать звездные системы, удаленные от нас на миллиарды световых лет. Создание радиотелескопов необычайно раздвинуло границы доступной изучению Вселенной. Позволило открыть множество новых объектов. Астрономические объекты, фотографии которых вы видите, лишь кажутся неизменными. В действительности, они находятся на разных стадиях непрерывного процесса своего развития. Это позволяет ученым исследовать эволюцию Вселенной. Как же возникла и развивалась Вселенная? Современная наука накопила достаточно данных для ответа на этот вопрос. Прежде всего, установлена равномерность распределения вещества во Вселенной. Получена оценка фактической средней плотности этого вещества. Известно, что линии спектров далеких галактик смещены в красную сторону. Следовательно, галактики от нас удаляются. Вселенная расширяется. Американский астроном Хаббл нашел, что скорость этого расширения пропорциональна расстоянию. Если Вселенная всегда расширялась, то примерно 15 миллиардов лет назад все вещество было сконцентрировано в особом сверхплотном состоянии. Альберт Эйнштейн установил, что свойства Вселенной зависят от распределения масс в пространстве. А советский математик Александр Фридман показал, что в зависимости от величины и средней плотности вещества Вселенная либо безгранично расширяется, либо с какого-то момента может начать сжиматься. Мы начнем наш рассказ с эпохи, когда вещество уже состояло из частиц и античастиц. В процессе взаимодействия этих частиц рождались нейтрины, которые с тех пор заполнили Вселенную. Возникали протоны, ядра атомов водорода. Синтезировались атомы гелия. Образовалась горячая непрозрачная плазма. За миллион лет плазма охладилась до температуры нескольких тысяч кельвинов и стала прозрачной для световых волн. Излучение как бы оторвалось от вещества. Из-за расширения Вселенной увеличилась длина световых волн и они перешли в радиодиапазон. Такое радиоизлучение было открыто в 1965 году. Теория расширения Вселенной блестяще подтвердилась. Еще через миллиарды лет из едва заметных неоднородностей под действием тяготения начала формироваться ячейстая структура Вселенной, которую сейчас наблюдают в виде характерной картины скопления галактик. Первыми в этой структуре образовались массивные эллиптические галактики. В них рано начался процесс звездообразования. Затем стали возникать спиральные галактики. Современные вычислительные машины позволяют моделировать этот процесс. К спиральному типу относится и наша галактика. Ныне известны миллиарды галактик различной формы и величины. Наблюдение подтверждает, что в ветвях спиральной галактики до сих пор рождаются горячие звезды. В звездах сосредоточена основная масса вещества Вселенной. Они самые многочисленные астрономические объекты. Их эволюция — хорошая иллюстрация закона о всеобщем движении и развитии материи. Как же эволюционируют звезды? Очень быстро, буквально за миллионы лет, они возникают из вещества межзвездной среды. Основная особенность этой среды — ее неоднородность и клочковатость. При определенных условиях из неоднородности газопылевого облака образуются сгустки вещества. Под действием сил тяготения сгусток начинает сжиматься. Протозвезда разогревается. Вещество в ней сильно перемешивается. Когда температура в ее центре достигает 10 миллионов кельвинов, начинаются водородные термоядерные реакции. Протоны превращаются в ядра атомов гелия. Именно термоядерная энергия обеспечивает высокую светимость и долгий срок жизни звезд. Постепенно давление горячего газа уравновешивает силы тяготения. Газовый шар перестает сжиматься. Протозвезда становится звездой. Между светимостью и температурой звезд существует определенная зависимость. На диаграмме более горячие звезды слева. Это главная последовательность. Выше нее находятся красные гиганты, а ниже белые карлики. Давайте проследим жизненный путь типичной звезды. Например, нашего Солнца. За сотни миллионов лет протосолнечная туманность превратилась в звезду главной последовательности. Запасов водородного горючего Солнцу хватит примерно на 10 миллиардов лет. Солнце существует уже половину этого времени. Когда водород в центре звезды превратится в гелий, недра ее начнут сжиматься, а наружные слои расширятся. Солнце превратится в красного гиганта с ядром из гелия. Дальнейшие ядерные реакции образуют углерод, кислород, неон. В некоторых случаях оболочка красного гиганта может отделиться от звезды. Тогда возникает планетарная туманность. Обнаженное ядро красного гиганта превращается в белого карлика. Постепенно остывая, он становится невидимым. Таков возможный путь эволюции большинства звезд. Массивные звезды быстро теряют энергию. Их водородный век намного короче миллионы лет. Температура в центре этих звезд доходит до 2 миллиардов кельвинов. В новых термоядерных реакциях рождаются все более тяжелые элементы вплоть до железа. Звезда с железным ядром неустойчива. При взрыве таких звезд должны синтезироваться более тяжелые элементы. Эти взрывы наблюдают как вспышки сверхновых. В нашей галактике они очень редки. В старинных китайских летописях зафиксировано появление такой звезды в 1054 году. Она была настолько яркой, что ее видели даже днем. Значительно позже, на месте взрыва, ученые обнаружили крабовидную туманность. С помощью радиотелескопов в крабовидной туманности был обнаружен пульсар. Это сверхплотная нейтронная звезда. Она быстро вращается и генерирует узкие пучки излучения. Сжатие наиболее массивных звезд по-видимому порождает черные дыры, которые своим тяготением засасывают межзвездную среду. При этом может возникать рентгеновское излучение. Такое явление легче всего наблюдать в системах двойных звезд. Одна из которых превратилась в черную дыру и начала поглощать вещество соседней звезды. Звезды. А многие ли из них обладают планетными системами, подобными нашей? Ответ на этот вопрос зависит от того, как образуются планеты. Проблема эта издавна волновала ученых. Было высказано множество интересных и остроумных соображений, догадок, гипотез. Огромный вклад в теорию происхождения планет внес советский ученый Отто Юльевич Шмидт. Современная наука утверждает, что планетные системы образуются одновременно с формированием некоторых типов звезд. Этот вывод получен на основе новейших достижений астрономии, физики, химии, космонавтики. Когда 4-5 миллиардов лет назад из газопылевой среды зарождалось наше протосолнце, образовалось исплющенное протопланетное облако. Постепенно оно превратилось в тонкий полевой диск. Из тяжелых компонентов вещества околосолнечной части диска в дальнейшем сформировались планеты земной группы. А из легких веществ и газов, отогнанных на периферию диска, образовались планеты-гиганты. При этом часть момента импульса протосолнца была передана протопланетному облаку за счет магнитного взаимодействия. Это может объяснить относительно медленное вращение Солнца. из частиц, которые двигались в полевом диске, начали формироваться крупные тела протопланеты. Вокруг зародышей планет обращались раи более мелких тел. Из них образовались спутники планет, в том числе и Луна. Таков в общих чертах возможный процесс образования нашей Солнечной системы. Падение метеоритов, сжатие и энергия радиоактивного распада за полтора миллиарда лет разогрели земной шар настолько, что более легкие элементы начали всплывать, формируя земную кору. Началась геологическая история Земли. Шла бурная вулканическая и тектоническая деятельность. образовалась первичная водородно-метановая атмосфера. Атмосферное электричество способствовало образованию гидросферы колыбели белковой жизни. Планета Земля приобрела знакомый нам облик. Несколько иначе эволюционировали другие планеты земной группы. Об этом свидетельствует непосредственное изучение Меркурия, Венеры, Марса с помощью космических аппаратов. Хотя химический состав этих планет почти одинаков, их геологическая структура и физические характеристики отличаются от земных. Еще более отлично от земных физические характеристики и химический состав Юпитера и других планет-гигантов. «Изучая общее закономерности развития Вселенной, мы еще глубже познаем свойства вещества, пространства и времени». Результаты познания эволюции Вселенной имеют важнейшее значение для многих наук астрономии, геологии, физики, а главное для философии, которая приобретает обширный материал для обобщения закономерностей материального мира. Продолжение следует...